Девушки отдыхают 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 Я хочу вас привітать с подписанием меморандума про співпрацию. И думаю, что этот меморандум покладет начаток перебудови, повышения конкурентоспособности не только ваших окремих громад, а и всего Южненского-Коблевского субрегиона. Вы знаете, что Украина хочет сегодня выходить на региональный развитие агломерации, а вы уже будете мать такой меморандум, который покажет всему Украине, как это правильно делать. Поэтому я вас вітаю и надеюсь, что в рамках этого меморандума вы реализуете не один проект. А этот проект, который мы должны выделить вам сейчас, в рамках нашего проекта, это, по сути, первый крок до дальнейшей співпрации и дальнейшего увеличения конкурентоспособности ваших регионов. Поэтому мы надеемся на прежнюю співпрацию. Мы, своего бога, будем помогать всем, чем можем. Самое главное, чтобы вы договорились и показали успех практики реализации этого проекта. Дуже дякую вам. Я так думаю, что мы першопроходцы. Мы першопроходцы. И мы сегодня будем прикладом всей Украины, как нужно работать, объединяться с громадами, как співпрацювать с громадами, независимо от кордонов. Для нас нема кордоней. Какая бы эта область не была. Сьогодні мы суседи Миколаевская область, Одесская область. И я абсолютно уверен в том, что мы будем співпрацювать, и у нас все получится. Это сегодня первый крок. И мы степ-бай-степ, крок за кроком, будем больше и больше співпрацювать с нашими сусидами. У нас много чего объединяет. И в первую очередь нас объединяет туризм, который мы сегодня, и Коблево, и место Южное, находятся на березе нашего славного Чорного моря. Тогда у нас есть основа базоваться и чисто співпрацювать. Дякую. Так. Дякую. Так. Ну что, переходим до подписов. Так, пока вас будут снимать, если вы позволите. Что-что? Я вас буду снимать. А, ну, пожалуйста. Поподписывайтесь. Пані Наталя, доброго дня вам. Нам дуже приятно, что вы выбрали наш проект для общественного развития наших территориальных громад. Так, у нас с Южным мы, думаю, что мы добрые соседи. И это вопрос будем развивать и спілкуваться на много-много лет. Так что, хай нам счастлив всем. Хай счастлив. Что у вас одна ручка? Потому что подписал уже на много-много лет. Я подписал. Вы уже подписали? Да. Я ж боялся. Да, да, да. Это будет. Вы боялись, что я передумаю? Что я боялся, что вы передумаете? Для большей жизни. Ну так, я просто и говорю. Ну так, куда? Без печати не я. Вот это третий. А мы утвердим потом работу. Вы будете ли мы рады? Будете ли мы рады? Будете? Я там сказал, что это на наше усмотрение. Это не может быть. Это не может быть. Это речь идет о субрегионах. Создание субрегионов. Это как бы, чтобы не превышать свои помощи. Так, добре. А че можно задать питание? Шановные головы, можно задать питание? Будем на вас сказал. Скажите, будь ласка, у нас 10 червня – это последний день реализации проекта. До этого 10 червня мы маем выдать проектную пропозицию, которую хотели подать на Державный фонд регионального розвитка. Как пропозиция была? Скажите, будь ласка, чи вы думали про бюджетный механизм реализации с твоей проектной заявкой? Сейчас наши финансисты работают над этим вопросом. Мы увидим, что мы будем иметь. Но мы работаем над этим. Будем стараться, как каждый. До 10 червня. Меморандум по спорту муниципальных служб Южинского района, с Коблевской объединенной териториальной громадой по загальному проекту, который будет отработаться, это по переробке смятя. Мы думаем, что этот проект при поддержке Юлита мы в жизни будем внедрять. И по этому вопросу мы сегодня собрали. Первый этап – это подписание меморандум по спорту. Скажите, будь ласка, чи бачите вы еще какие-то перспективные напрямки співпраці с Южним? Обовязково. У нас с Южним поединені туристичная галузь, которую мы можем разом развивать и поддерживать один одного. У нас сегодня социальная сфера. Это сегодня между социальными службами могут быть разработаны какие-то проекты и співпрация, медичное обслуживание. И много других вопросов, которые будут уже винить в ходе співпрации, по наладочению всех этих отношений, которые мы сегодня начали. Ось, пані, ставила питание щодо бюджетного фінансирования. Чи были какие-то трудности у співпрации в бюджетной сфере? У нас на сегодняшний день трудностей пока нема ніяких. Есть только пока узгоджения в законодательном порядке. И все. Так, питания все вырежу. Сейчас мы проведемо рабочую нараду с представниками Южинской місцаради, и нам, и все эти вопросы узгодимы, и уже в реализацию будем запускать данные вопросы. Какой-то прикидывали, где будет этот завод или переробный комплекс? У нас на сегодняшний день на территории нашей ОТГ есть место, которое зарезервировано под данный завод, которое по экологическим нормам подпадает и по всем другим. Мы сейчас договоримся с Южным о том, чтобы данное предприятие было по співвластности как Коблевской ОТГ, так и Южьянской міськой рады. Так можете приблизно сказать, где это самое место? Это в районе между трасой Одеса-Миколаевым и селом Логовым. Там есть указательное село Логове, там 4 километра от трасы, там земельная ділянка. Мы подписали сьогодні меморандум про співпрацю с нашими громадами Коблево и Южне. У нас есть много чего спільного. Мы сегодня находимся на березе Чорного моря, а мы курортные места в первую очередь. И, безусловно, я думаю, что в подальшому мы будем мать возможность спілкуваться и проводить такие форумы уже иншого направления. И это на ревне, скажем, Асоциации мер в мест Украины. Это проводится такой заход. Мы первые в Украине, когда идут две громады из разных областей. Это из Миколаевской области и Одесская область. Это говорит о том, что для громад нема сегодня кордоней. И я вважаю, что это абсолютно правильно, чтобы мы были только в одном районе или одной области. Будь ласка, если у нас есть сегодня много чего спільного, и мы можем в питаниях коммунальной власти, можем в питании житлово-комунального господарства, туризма, может какие-то питания промысловостей. Если наши помисли співпадают и наши планы работы співпадают, чтобы нам не співпрацювать. И мы сегодня, я думаю, что будем прикладом и для других, что сегодня, независимо от какой ты области находишься, но находим спільные питания, над которыми мы сегодня работаем. Как вы вважаете, какие могут выникнуть трудности, если у нас одна область и другая область? Вы знаете, сегодня есть объединение громад, объединенные громады могут проходить объединенные громады, только в одной области, не несколько районов, но только в одной области. Мы не можем выходить за межи области, при официальном объединении громад, потому что области, области, змейный кордонный область, мает только Верховная Рада через изменения до Конституции. Поэтому мы находим варианты, что не нужно ничего менять, никакие кордоны, кордоны нам не помеха, и мы можем співпрацювать. Мы находим другой вариант, другой вариант співпрации. И я думаю, что если у нас все выйдет, то этим прикладом будут заниматься и другие регионы, и другие громады и разных областей. А вот, интересно, если бы не было кордонов, чем могло бы Коблево объединяться с Южным? Я абсолютно в цьому впевнен, абсолютно в цьому впевнен. Сегодня Коблево до Южного у нас 9 км, а Коблево до Миколайва 72 км. Где они ближе? До нас. Что у нас? Если наши кордоны близко, ну скажем, наши громади близкие одна до другой, много людей наших працюет в Коблево, много с Коблево працюет у нас, и люди одного менталитета, скажем так. Тому в нас багато спільно. Я думаю, что я абсолютно впевнен, что мы бы объединялись, и у нас была бы непогана громада. Яки еще, может, перспективные проекти, ви бачите у співпрации с Коблево? Я еще раз говорю, абсолютно в самых разных планах. Мы можем сьогодні співпрацювати и по водоснабжению, мы можем працювати по питаниям житлово-комунального господарства, можем працювати по туризму, зараз ми відпрацьовуємо питання по вывозу смятя, сортировке смятя, переробке смятя и так далее. Это даже, скажем так, в кордоне нема. В этих вопросах, любое вопрос, мы можем поговорить и співпрацювать. В любом направлении. Скажите, пожалуйста, чи прораховували службу виконкому, наскільки буде вигідним цей завод і саме такий спосіб? Ви знаєте, коли гуртом і батька легше бити, якщо ми разом, безумовно, частину бере на себе Коблево, частину бере на себе ми, частину бере така структура, як Юліт, і ми зараз відпрацьовуємо, що частину буде брати на себе держава, тому що це повинно бути прикладом. І якщо ми всі разом вирішимо ці питання сьогодні найпроблемніше питання в нашій країні – це переробці сміття. І ми покажемо, що це можна робити не тільки в одній громаді, а об'єднавшись з громадами, що це набагато дешевше, вигідніше і зручніше.